Сегодня у нас проходит ежегодный традиционный праздник для детей в канун Рождества, в канун Нового года, в канун новогодних праздников. Мы отмечаем лучших, проводим эстафеты, участвуют практически все дети спортивного центра. Как приятно то, что проходит это все в канун рождественских праздников и в преддверии Олимпийских игр Хенчханя. Поэтому нам это приятно, что попадут туда наши воспитанники. Мы в этом уверены. Я думаю, что отбор Кочергина уже прошла, сейчас проходит отбор Степан Терентьев и два человека наших будут точно представлены на Олимпиаде. Ну а среди тех, которых сегодня награждаем, хотелось бы отметить Александра Трофимчука. Довольно, я знаю, что такое бокс. Заслуженное, скажем, второе место. И человек, в общем-то, много поработал над тем, чтобы завоевать это место. Сейчас он среди награжденных его не будет, так как сейчас он находится на очередных соревнованиях в Германии. Ну, в общем-то, приедет только после награждения. Кого еще хотели бы отметить? Ну, в принципе, хотелось бы всех отметить. Больше всего хотелось бы отметить родителей. Скажу, почему. Знаете, занятие спортом – это, ну, грубо говоря, как мы говорим, это пахота. Это надо действительно пахать, невзирая на травмы, невзирая на большие нагрузки. Идет работа на износ, прямо скажем. Ну и спасибо родителям, что они направляют детей к нам. Ведь спорт – это здоровье, здоровье на долгие годы, но сопряженные травмы, конечно, но это мы все стараемся предвидеть, стараемся, чтобы не случалось этих травм. Поэтому, прежде всего, благодарность родителям, что они не опускают руки, не бросают детей на самотек, а ведут сюда. И очень много родителей было на нашем празднике. И сколько сегодня в спортцентре воспитанников? Сегодня больше 700 воспитанников. Конечно, похвалиться нечем. В прошлом году было больше 800. Но сегодня где-то 730-740 детей, потому что миграция своеобразная происходит. Кто-то зачисляется, кто-то отчисляется, кто-то уезжает. Прискорбно, но многие уезжают в Германию, не закончив школу или в Англию, насовсем. Вот это, конечно, прискорбно. Но по большому счету все у нас хорошо. И мы, сказал Николай Харламов, настроены оптимистично. Строится новая грибная база. Мы уверены, что она будет достроена. И спортсмены получат хорошую, прекрасную европейскую базу. Построен стадион. Построены теннисные корты. Здание акробатики тоже в хорошем состоянии. Мы сейчас будем участвовать в европейском проекте. В Белоруссии, Литва, Латвия, который будет с европейских денег финансироваться. И тоже постараемся полученные средства вложить в инфраструктуру, вложить в наши спортивные помещения эти средства. Продолжение следует...